Боливия продолжает страдать от дефицита топлива. В Эль-Альто дороги обычно переполнены автобусами, а сейчас почти свободны. Зато на заправках выстраиваются длинные очереди. «Мы стоим в очереди со вчерашнего дня. Это плохой сервис. Уже почти полдень, а нас собираются обслужить только сейчас. Это недостаток и неудобство, потому что мы должны работать». В Боливии сократилась добыча нефти и газа, и страна стала зависеть от импорта. Сейчас ждут новых поставок, в том числе из России. «Два танкера с дизелем поставит Россия. Один с бензином «Хьюстон» и один с нефтью «Аргентина». Боливия не имеет выхода к морю, поэтому её нефтяной завод находится в портовом городе Арика в Чили. Танкеры с топливом уже прибыли, но не могут подойти к берегу из-за плохих погодных условий. «Летом и осенью в Арике условия очень хорошие, но зимой бывает зыб. Сейчас есть предупреждение метеорологической службы военно-морского флота. Из-за этого явления высота волн увеличивается и усиливаются течения. Поэтому сейчас проводить операции нецелесообразно». Как только условия изменятся, топливо перекачают на завод по подводным трубопроводам. Боливия получит 260 тысяч баррелей дизеля и 100 тысяч баррелей бензина. Редактор субтитров А.Семкин